Мировоззрение Мы начали разговор об одной из главных черт ноосферного мировоззрения. О том, что с позиции ноосферного мировоззрения смерть каждого из нас это еще далеко не конец всего, далеко не конец нашей жизни. И о том, что жизнь с позиции данного мировоззрения в нашем мировоззрении строится на реинкарнации. И самое главное, вывод этого ноосферного мировоззрения сделан на научной, а не на религиозной основе. В прошлом ролике разговор об этом у нас стал предметным. Мы обсудили так называемый опыт гнетела. Это официальный термин. И это состояние возникает у человека в момент клинической смерти. И также мы обсудили научные исследования этого сначала британским, а потом американским ученым, самым парнем. Ролик будет на конечной составке. В этом ролике я хочу развить тему опыта гнетела. Здесь есть один очень интересный момент. Дело в том, что люди, которые слепы от рождения, в момент клинической смерти прозревают. В момент опыта гнетела, вернее, прозревают. И начинают видеть окружающий мир. Исследования в этой области проводили двое американских ученых, чтобы не ошибиться, лучше зачитая их имена. Доктор Кеннет Ринг и доктор Шерон Коппер. Наиболее интересными, на мой взгляд, здесь оказались исследования опыта Вики Нарадук. Тем более мне по этим исследованиям удалось найти русскоязычные видеоматериалы. Вот, кстати, как выглядит Вики Нарадук. Самое важное здесь то, что люди слепые от рождения понятия не имеют, что такое видеть. Они просто не представляют себе, что это такое. И они ничего не видят даже во сне. Причем это относится только к людям слепым от рождения. Люди, которые ослепли, сны видят. Вернее, видят сновидение. Также важно, что у слепых от рождения людей не бывает визуальных реценаций. Вот что сказала об этом сама Вики Нарадук. Впервые Вике удалось увидеть окружающий мир своими глазами. Я висела под потолком комнаты, касаясь его спиной, и смотрела на все, что происходит внизу. Это был кошмар, потому что я не умела визуально воспринимать предметы. Я привыкла ощущать окружающий мир, ощупывать его. Жизнь для меня заключена в кончиках моих пальцев. И когда я вдруг прозрела, я не могла понять, что означало то, что я видела. Это очень меня пугало. После всего, что со мной случилось, люди часто спрашивали меня. Получить возможность и видеть, разве это не прекрасно? Нет. Наоборот. Для меня это было ужасно. По крайней мере, в самом начале. Ролик о Вике Нарадук будет подсказки. В свое время многие так называемые настоящие ученые, что называется поросечным визгом, верещали. Введение людей в момент клинической смерти – это галлюцинация. Но у слепых от рождения людей по определению не может быть видение. Не может быть визуальных галлюцинаций. Звуковые, осязательные и так далее галлюцинации возможны. Но только не визуальные. То есть сам факт наличия видений у таких людей уже является доказательством того, научным причем доказательством того, что смерть далеко не конец всего. А теперь добавьте к этому еще и то, что процесс реанимации и вообще все, что происходило в реанимационной палате, слепые от рождения люди тоже описывают адекватно. Думаю, здесь нужно остановиться еще на одном. Дело в том, что русскоязычных исследований, что само парни, что Кеннет Оринга и Шерон Купер, сегодня, как говорится, маловато будет. Во всяком случае, англоязычных источников намного больше. Я как-то задался вопросом, почему. И, честно говоря, вижу только один ответ на этот вопрос. Похоже, в серьезном обнародовании этих научных данных очень не заинтересованы современные российские власти. И, наверное, это понятно. Результаты этих исследований вдребезги разносят представление о смерти, характерное для православия. А для Путина и компании православие ведь это духовная скрепа, как они сегодня мощно выражаются. И поэтому, думаю, нам всем нужно здесь делать вывод. Полагаю, что упор Путина и компании на православную религию, которая является пережитком, к тому же еще рабовладения, и открыто проповедует рабство, очень тормозит развитие нашей страны. К тому же людям нужна объективная, научная информация о том, что их ждет после смерти. А не то, как сейчас выражаются в народе, что там попы говорят. Ну и, конечно же, о нашей стране нужно не православие. Нам нужна новая, современная национальная идея. То, что православию не удалось второй раз стать национальной идеей России, уже видно. И, наверное, это закономерно. Нельзя в одну реку войти дважды, как говорится. Собственно, поэтому и начал, я и начал работать над внедрением ноосферной идеи в общественное сознание в нашей стране. Думаю, ноосферная идея – это то, что сегодня нужно, что нашей стране, что нашему народу. Кстати, у Ивана Ефремова в «Лезвие бритвы» есть пророчество, что ноосферная идея овладеет массовым сознанием как раз в первой половине XXI века. И самое главное – этот процесс начнется в России. Сегодня ясно одно – научное исследование, что состояние клинической смерти, что реинкарнации очень перспективны и в прямом смысле слова открывают бездну. Я начал с опыта вне тела именно потому, что он наиболее объективно, наиболее научно позволяет доказать то, что со смертью биологического тела жизнь каждого из нас далеко не прекращается, что, понятно, для каждого из нас очень и очень важно. Но есть ведь еще один вопрос, и если вдуматься, не менее важный вопрос. А началась ли наша с вами жизнь в момент нашего рождения? Не началась ли она раньше, до нашего рождения? Напоминаю, с позиции ноосферного мировоззрения жизнь в нашем мироздании строится на реинкарнации. И здесь тоже уже есть два вполне научных метода, позволяющих опираясь на факты, изучить эти вопросы. Первое – это так называемый регрессивный гипноз. Дело в том, что под глубоким гипнозом человеку возвращается память о прежних жизнях. И исследования в этом направлении сегодня ведут уже очень многие ученые. Второе – это исследования малолетних детей. Воспоминания, вернее, малолетних детей, которые помнят свою прежнюю жизнь. Есть дети в основном в возрасте 5-6 лет, у которых сохраняются такие воспоминания. И наиболее интересными, мне здесь кажутся, исследования американского ученого Яна Стивенсон. Но об этом мы поговорим в следующих роликах. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечном доставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!